Падуб астролистный или астролист в Европе считается магическим деревом, символизирующим непрерывность жизни. В незапамятные времена люди верили, если из падуба сделать древко копья или волшебную палочку, ты непобедим. А его ветками украшали жилища для защиты от злых сил. Украшают и сейчас, но уже в связи с библейскими сюжетами. Падуб – один из символов Рождества. А садоводы ценят растения за декоративность блестящих кожистых листьев, темно-зеленых или двуцветных, и ярких, как будто нарисованных на праздничной открытке ягод. Астролист отлично себя чувствует в домашних условиях. В домашних условиях он формируется, и это будет небольшой кустарник. Высотой максимум, мне кажется, сантиметров до 90, не больше. Но вообще все легко формируется и обрезается. Соответственно, так как это выходец из субтропиков, ему тоже нужна прохладная, прохладные условия. Но он будет мириться в домашних условиях, до 20 градусов вполне он прекрасно выдержит. Самое главное, чтобы не было рядом прибора отопления. Летом падубы цветут белыми нежными цветками, которые в сравнении с ягодами можно даже назвать невзрачными. На лето можно это растение вывозить на дачу, использовать его на даче, где-то поставить в тень, в полутень, оно там себя будет чувствовать лучше. Потом же осенью вы заносите его домой, размещаете в квартире, пытаетесь ему создать подходящие условия. И, соответственно, ваша квартира будет украшена таким красивым растением с такими яркими ягодами на новогодние праздники. Как раз в их преддверии много растений появляется в продаже. Падуб охотно дарит на Новый год и Рождество. Чтобы он и в дальнейшем был украшением интерьера, часто растения-подарки очень капризны. Ориентировочно в мае астролист можно пересадить, точнее перевалить в горшок побольше. Полив регулярный по мере просыхания верхнего слоя грунта, но не допуская пересушивания и застоя воды в горшке. У нас некоторые любители выращивают такие растения дома. В частности, у меня рос несколько лет близкий родственник падуба Асмантос дома. Чувствовал себя неплохо на простом окне, которое все время практически находилось на микропроветривании. Потом просто растение стало уже более крупное, я его привез сюда в ботанический сад.